МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь все как в обычном детском саду. Картины на стенах, яркие игрушки и детская площадка во дворе. Только вокруг стены и колючая проволока, потому что мамы преступницы, а дети рождены в колонии. А я тебя жду, сижу тут, люби ее. Анюта родилась в СИЗО. В колонию попала уже с мамой. Вместе с ней провела в вынужденном заточении за решеткой. Почти три года. Ты домой поедешь? Да. Маленькая арестантка выходит на свободу. Опекунство над ней взяли знакомые ее осужденной матери для получения заветной справки пришлось побегать по инстанциям и выстоять множество очередей. Заняло полгода. Я считаю, это, конечно, очень много. Многие могут даже, когда столкнутся с такими трудностями, могут отступить. Домашний уют, семейное тепло, мне кажется, для ребенка это самое важное. Там воспитательница не сможет дать всем детям такое тепло, как в семье. Маму будем ждать. Маму будет стараться. Все, хорошо. Быстрее будем приехать. Их встреча состоится не скоро. В местах лишения свободы осужденная Татьяна проведет еще несколько лет. Статья у меня 115-е – это убийство. Это бывший человек, с кем я жила, сожитель. Это было как самооборона, я этого и не хотела. Дело в том, что этого убийства. Это клуб заседания, шутят воспитатели. Обязательное мероприятие после обеда и перед дневным сном. По факту, эти улыбающиеся малыши – заключенные с рождения. Дети везде, они дети. Здесь даже они более ласковые. Меньше у них тепла. Они все ждут, чтобы ты их вечером укрыл, по головке погладил. Знаете, как? Те знают, что у них есть дома папа, мама, бабушки. А эти, они как бы наши. В женскую исправительную колонию мамы-преступницы попадают уже в положение. От беременности не избавляются. На зоне это в некотором смысле привилегия. Я даже не припомню, чтобы мы делали аборты. Потому что таких нет. Даже если ребенок либо случайный, либо те моменты, которые, может быть, не дают рождаться детям на свободе. Имеют право не работать. Мама беременная, конечно, она находится на улучшенном питании, на диетическом, у них более свободный график, опять же, те же прогулки. В детском доме при колонии за высокими стенами и колючей проволокой живут 29 деток. Если до трехлетнего возраста не найдется опекун, рожденных за решеткой карапузов переводят в интернат. Назару два года и 11 месяцев. Ноябрь ему запомнится переездом в детский дом. Мама-уголовница плачет. Обещает забрать через несколько лет. Как освободиться? Конечно, тяжело. Потому что это все-таки мой ребенок. Я так его наказала. Ой, я извиняюсь. Ну и так он страдает из-за того, что он здесь. А еще и будет вдалеке от меня. Неизвестно, как оно все будет дальше. Насколько легко его будет забрать оттуда. Однако статистика неумолима. В детские дома за своими детьми возвращается менее третий мам, отсидевших за решеткой. Клятвы, слезы и обещания забрать малышей после освобождения растворяются с первым глотком свободы. Ребенок у нас находился 7 лет. Эта мама отбывала дольше всех наказаний. И то есть 7 лет она ему вкладывала в голову мысль, что я выйду, я тебя заберу. То есть он был к этому готов. И когда эта мама вышла, два раза сюда пришла, и потом просто как бы человек пропал со связи, я прошу о том, чтобы не давали обещания о том, что их будут забирать. Эти мамы выходят, и большинство из них не забирают детей. При живых матерях дети остаются сиротами. Многие из них каждый день пишут письма. В никуда. В надежде, что мама вспомнит и вернется. Дорогая мамочка, я по тебе очень сильно скучаю. Здравствуй, мама. Сегодня у меня день рождения. И не знаю, помнишь ли ты об этом, но мне так хочется многое рассказать тебе. Мы так давно видели, что ты, наверное, меня не узнаешь. В тот последний день ты сказала, чтобы я исчезла навсегда с твоих глаз. Но бывает так, что за счастливой встречей с мамой, которая вышла на свободу, наступает трагедия для ребенка. Сначала забрала, а потом предала. Мама сама уроженка Крыма. Она вышла из тюрьмы, приехала, забрала ребенка. Но они не успели доехать до Крыма. Она его вновь отдала в другое учреждение. Одна история. Девочку забрала мама. И через некоторое время нам стало известно о том, что ее изнасиловал сожитель мамы. Ребенок вынужден справляться не только с предательством самого близкого человека, но еще и с насилием сексуальным. За 10 лет в детский дом Жемчужинка перевели 22 ребенка из колонии. Только семерых забрали мамы. Пятеро ждут мам-уголовниц из мест лишения свободы. Одному повезло. Его усыновили. Еще один малыш обрел родителей в приемной семье. Восемь детей живут с тяжелой психологической травмой. Самый родной человек на земле их бросил. Юлия Долганюк, Михаил Данилов. Думская ТВ.